Добрый вечер. Спасибо, что был с нами сегодня вечером на БМТВ. Напомню, вы вице-спикер Госдумы Российского парламента, депутат, близкий к Владимиру Путину. Вот как, царь переизбран без оппозиции или кампании. А это не сюрприз? Я должен поблагодарить вас, потому что без вашей работы последние два года явка в 75% была бы невозможна. Так что большое спасибо вам за все, что вы сделали для России, особенно за все довольно кошмарные теории, которые вы сейчас обсуждаете в студии, призывая к протестам. Подожди, Толстого, если я должен понять, что тогдашние специалисты-комедианты России, это позор. Подожди, Толстого, мы дадим тебе слово. Мы даем вам слово сегодня вечером. Подождите, просто господин Толстой, с вашего позволения вы говорите спасибо. На что вы намекаете? Что, по сути, именно потому, что западные страны расшифровывают то, что произошло после российской агрессии на Украине? Сегодня есть эти цифры явки, и этот результат в России это так? Потому что мы это сделали. С другой стороны, мы описываем. Именно благодаря вашей политике, отсутствию суверенитета Европы и политике Соединенных Штатов по поддержке украинского неонацистского режима. Российский народ понял, что это война на выживание, и фактически пошел на выборы с националистами. Рекордная явка. Я напоминаю вам, что 75% — это все равно много, даже для России. А сегодня мы видели очередь перед российским посольством в Париже, очередь в Милане, в Дубае и так далее, так что везде, где есть русские. Там более 300 тысяч русских, которые живут за границей, которые слушают пропаганду, особенно БМТВ, но кто пойдет голосовать за Путина с посольствами В? Господин Толстой. Господин Толстой, два комментария. Господин Толстой, два комментария. Первый, вы говорите о хвостах перед посольствами. Мы в частности видели, что произошло в полдень, когда это было в знак протеста, потому что какое-то количество людей проходило перед избирателями. Кстати, я хотел бы прямо перед тем, как мы поговорим о том, что Владимир Путин собирается делать с этим переизбранием, и Улисс Госсет спросит вас об этом. Тема, оставайтесь на выборах сами по себе. Когда мы видим трех кандидатов в лице Владимира Путина, которые являются сторонниками президента, являются сторонниками войны. Единственный заслуживающий доверия оппонент, если я смеюсь так выразиться, Борис Надеждин, был исключен по причинам, к тому же довольно надуманным. Действительно ли есть смысл переизбираться с такими цифрами, когда ты являешься президентом России? Но не забывай, что у каждой страны своя история и у каждой страны своя демократия. Так что наша демократия в России это только те три представителя парламентских партий, которые есть, которые заседают в парламенте, он. Действительно, он поддерживает военную спецоперацию на Украине, но то, что никто не участвовал в выборах, это его вина. Он повторил тему романа Гоголя о мертвых душах. Он назвал Центральной избирательной комиссией имена людей, которые умерли. Значит, у нас дома есть закон, вы удивитесь, но мы не кормим детей по утрам. У нас есть законы, и поэтому, согласно нашему законодательству, на его место выдвигается кандидат, который подает за это неправильные голоса. Поэтому он не участвует в выборах. Это не позиция Гена Надежды в отношении Украины, которая сыграла свою роль. Скорее, это его плохая организация для этого. У Гусета есть к вам вопрос. Сейчас важно знать, что Владимир Путин сделает с этой блестящей победой в кавычках. Это слово использовал бывший вице-президент и президент Медведев. Что он собирается делать на Украине? Он только что сказал, наши цели будут достигнуты. Значит ли это, что Владимир Путин продолжит войну и по-прежнему хочет добраться до Киева и свергнуть режим Владимира Зеленского? Вы знаете, Улисс, вопрос в том, что цель спецоперации, которую вы называете войной, если хотите, мы можем сказать война, потому что сегодня все страны НАТО участвуют в этой войне. И сегодня мирные жители в одном Белгороде погибли из-за европейских ракет, которые были поставлены украинцам. Так у украинцев нет сложных ракет, они посылают их по мирным жителям. Но не волнуйтесь, война будет продолжаться, потому что мы добьемся наших целей. Так что это денистификации и демилитаризация Украины. И мне очень понравилось предложение господина Макрона о передаче Олимпийского огня ЦИК, особенно учитывая, что Олимпийская сборная России не участвовала в Олимпийских играх. Был допущен к Олимпийским играм в Париже, в то время как, например, Олимпийская сборная Израиля — это нормально. Нет никаких проблем, несмотря на геноцид, который ежедневно совершается против палестинцев на палестинской земле. Петр Толстой, господин вице-президент Адаума, мой вопрос, мой вопрос заключался в том, собирается ли Путин продолжать войну с Киевом или же взять Одессу. Это сейчас цель, учитывая результат? Учитывая результат, Улисс, я могу высказать вам свое собственное мнение, свою собственную волю продолжать путь до польской границы. Одесса с иностранным легионом, мы будем в восторге. Так что идея президента Макрона отправить иностранный легион в Одессу — это здорово. Как это было в случае с французскими танками, которые мы сожгли во время ужасных наступательных действий этим летом. Проблема в том, что ты чувствуешь, что проигрываешь эту войну, и ты в панике ищешь решение. Для французов риторика Макрона об отправке иностранных легионов в Одессу также имеет свою цену, потому что когда они вернутся в гробах, покрытых триколором, я не думаю, что французы будут довольны. Вы имеете в виду слова президента республики о возможности отправки наземных войск, даже если он, по его словам, этого не хочет и не будет выступать с инициативой? Когда вы говорите, что есть солдаты, которые будут возвращаться в гробах с трехсветным флагом, что это значит? Это угроза, которую вы посылаете Макрону? Да, это реальность. Это реальность. Это судьба всей техники НАТО и всех солдат НАТО, которые сегодня находятся на Украине. Я могу дать вам цифры, если хотите, если вам интересно, я не знаю, что в последнее время на Украине вообще было за эти два года 13 тысяч наемников, из которых 356 французов, и из которых 147 были убиты. И забавно, как мы своего рода легализуем эти потери, рассказывая людям, которые погибли под лавиной в горах, или что офицеры были в вертолете, который упал в Майами. Так вот, что происходит сегодня на Украине. Мы хорошо осведомлены об иностранном участии. Это не страшно, так что это может немного взволновать общественное мнение во Франции, но все закончится гробами в Орли. И я думаю, что нет Макрон, который встретит их там, в аэропорту. Все равно нужно сказать, что на данный момент Россия не выиграла войну, а Украина сопротивляется российскому вторжению. Ты должен это сказать. Нет, все-таки Украина полностью потеряла инициативу после катастрофического поражения этим летом. Так что инициатива принадлежит России, и мы будем двигаться вперед, шаг за шагом, не торопясь. Не волнуйтесь, у нас есть время впереди. Петр Толстой. И поэтому результаты сегодняшнего голосования доказывают, что мы есть. Господин Толстой, на этой площадке есть кто-то, кто хочет задать вам вопрос. Бернар Гетто, это депутат Европарламента, близкий к Эммануэлю Макрону. Очень простой. Я знаю Бернара, да. Да, да, мы знаем друг друга. Раз уж вам нравятся цифры, не могли бы вы напомнить нам, сколько сегодня российских солдат находится на территории Украины, то есть суверенной страны, в которую вторглись ваши армии? Бернар, вы хотите получить точное количество российских солдат на территории экс-Украины? Это военная тайна, Бернар. Я могу вам только сказать, что украинцы потеряли около 400 тысяч человек в ходе спецоперации за два года. Сто тысяч? Это немного? Вы сами подталкиваете украинцев к абсолютно бесперспективному сопротивлению. Вы расширяете НАТО. Вы вторгаетесь в них, сэр. Вы вторгаетесь в них. Солдаты на Украине. Вы их убиваете. Мы собираемся увеличить их количество, Бернард. Не волнуйтесь, у нас все еще есть солдаты. Спасибо Петру Толстому за то, что он отреагировал на французское телевидение, которое таким образом дает вам слово. Так что здесь нет никакой пропаганды. Мы пытаемся рассказать о том, что происходит в вашей стране. Спасибо. Раз в полгода. Я согласен. Нет, больше, чем это.